Депутаты Сарагашского районного Маслихата обеспокоены тем, что строительство школ и проведение капитального строительства в населённых пунктах в районе приостановлены. В 15 школах Сарагашского района должны начать строительные работы. Только в одном начато строительство. А в остальных ещё к строительству не приступили. Четыре раза, говорят, был приостановлен тендер. В тех школах, где должны были начать капитальный ремонт, всё тихо. Я избираюсь депутатом уже второй раз. Но в моей практике такого не было. Сейчас уже июль месяц. Если так тендеры будут проводиться и постоянные проверки будут, то в школах строительные работы начнутся в январе. Где в это время будут учиться наши дети? Из 16 школ только по одному проделился победитель. Один тендер четыре раза проверяет. Уже в сентябре начнётся учебный год. Два месяца осталось. Когда успеют сделать капитальный ремонт? Если ещё не начали работы? Говорят, финконтроль проверяет. До какого времени будут проверять? Если есть нарушения, понятно, два. Но не четыре раза. Районные депутаты возмущены действиями контролирующих органов и просят помощи у депутатов областного Маслихата. Письмена не обратились в постоянную комиссию по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению. Справедливого разрешения этого вопроса требует и один из предпринимателей Юга, который участвовал в тендере, но объект не получил. Я участвовал в тендере, но не выиграл. Как объяснили, есть письмо из министерства. Из одного источника нельзя. Ну хорошо, нет, так нет. Потом, узнав и во второй школе, тендер выиграл один подрядчик. Хотя у него, как и у меня, есть замечания. Да ещё из одного источника. Почему нет объективности? В одном случае можно не допустить. Во втором, при одинаковых условиях, другой признаётся победителем. Я считаю, что есть здесь проявление коррупции. И поэтому я направил письмо в министерство финансов. Специально приглашённый на заседание постоянной комиссии областного Маслихата руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Батарбек Кучербай признал, что с подобными вопросами в последнее время часто обращаются. На действия организаторов конкурса поступило 1328 заявлений. Согласно новым правилам ОГО в закупках, значительно усилен контроль за организацией тендеров. Внедрение камерального контроля позволило осуществлять проверки на постоянной основе без посещения объекта государственного аудита. Раньше проверки государственных закупок осуществлялись только после полного завершения конкурсов и подведения итогов. Теперь они проводятся в четыре этапа. Во время первого изучается правильность, опубликованная на портале конкурсной документации. Следующая проверка позволяет заранее обсудить конкурсную документацию, провести разъяснительную работу среди участников конкурса, контролировать процесс переписки. Третий этап проверки направлен к предотвращению возможных нарушений. Должна быть предоставлена возможность исправить недостатки, выявленные в документации, предоставленные потенциальным поставщиком продукции. Таким образом, поставлена цель повысить качество проведения тендеров за счет тщательного контроля каждого этапа конкурса по госзакупкам. Если считаете, что есть нарушения, то можете письменно обратиться в департамент, также в министерство. Ситуацией вокруг тендера в Сарагарском районе вплотную займется постоянная комиссия областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению. Шинар Уразова, Монтай Ульбеков, Гельшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».